Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «Республика» в студии Татьяны Трофимова и сегодня в новостях. Горячие новости из теплого края. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принимает участие в международном инвестиционном форуме в городе Сочи. Копейка рубль бережет. Председатель кабинета министров Иван Маторин проинспектировал предприятие малого бизнеса. Дары земли родной. В Ленинском районе города Чебоксары отметили праздник урожая. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится с рабочей поездкой в Сочи, где сегодня начал работу международный инвестиционный форум. В составе делегации из Чувашии и наша съемочная группа. Распорядок дня форума довольно плотный. Уже в 8.30 по московскому времени начался деловой завтрак, где под руководством председателя правления Сбербанка Германа Грефа обсуждался актуальнейший вопрос. Поддержание макроэкономической стабильности. Что важнее, сбалансированность бюджета или ускорение роста? Насколько эффективны меры бюджетного стимулирования? Достаточно ли ресурсов, чтобы стимулирование было объемным, а его эффект ощутимым? В дискуссии приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития России Алексей Улюкаев, ректор и ведущих вузов экономического профиля. Было отмечено, что без балансированного бюджета не может быть и экономического роста. Участники делового завтрака выделили ключевые точки эффективности бюджета. Не надо увеличивать налоговую нагрузку на региональные бюджеты. Обеспечить стабильность пенсионных накоплений и повысить роль парламента при принятии бюджета. Неоднократно подчеркивалось, экономическая политика по всем ключевым позициям государства и системы государственного управления должна соответствовать задачам экономического роста. Это очень хорошо понимают и главы регионов. Для крупных состоятельных предпринимателей, которые сегодня ведут свой бизнес, должна быть на среднесрочную перспективу или на долгосрочную перспективу стабильность. Суета никому не нужна, ибо это является значимым сдерживающим фактором. Понятно, не первый год говорим об этих вещах, об увеличении или улучшении делового климата. Что мы сделали на уровне республики? Первые шаги, то, что мы сделали, я думаю, и считаю правильным направлением. Потому что у нас бюджет, во-первых, сбалансирован, на бюджет развития деньги выделяли и выделяем. Строим и объекты социальной сферы. Мы констатировали, я еще раз хочу подчеркнуть, наш бюджет, он на сегодняшний день имеет программно-целевой метод финансирования. Это очень важно. Прежде всего, все обещания, которые мы даем через свои принятые нормативные документы, надо стараться по максимуму выполнять. Понятно, сложно, понятно, непросто, но, по крайней мере, социальное самочувствие тем самым улучшается. И с точки зрения оценок разных институтов, общественных организаций, сегодня инвестиционная привлекательность Чувашской республики с каждым годом повышается. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с руководством группы компании «Ренова». Обсуждались вопросы открытия завода «Хивели», перспективы дальнейшей загрузки производственных площадей «Химпрома», в том числе реализация инвестиционного проекта строительства производства перекиси водорода мощностью 50 тысяч тонн в год. Вопрос, который мы пообсуждали, это ход и подготовка к промышленному запуску, потому что технологический запуск завода состоялся, там идет наладка основных производственных систем и оборудования. Я думаю, что к 10 октября мы готовимся к такой торжественной запуске, выход уже на промышленное производство в объеме достаточном для исполнения собственных программ строительства солнечных парков, которые есть у «Хевела». Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Из города Сочи. В деловой программе форума множество мероприятий, круглых столов, дискуссий, рабочих встреч. Сегодня, в частности, было подписано соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Оно предусматривает финансовое участие Сбербанка в значимых для Чувашии инвестиционных проектах на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Также подписаны договоры о сотрудничестве Чувашии с городом Севастополем, Ставропольским краем, Ямал-Ненецким автономным округом. Чуть более часа назад стало известно, что вице-премьер правительства России Ольга Голодец вручила главе Чувашии Михаилу Игнатьеву диплом победителя Всероссийского конкурса «Программ социального развития регионов» в номинации «Человечность». Чуваша участвовала в этом конкурсе с проектом «Лекотека. Территория игры». Это система психолого-педагогического сопровождения семей, в которых есть дети с проблемами развития. Сельское хозяйство с недавних пор занимает центральное место в новостных лентах. Связано это в первую очередь с введением эмбарго на иностранные товары. На федеральном и региональном уровнях продолжают приниматься различные меры, которые позволят России обеспечивать себя собственной говядиной, молоком и другими сельскохозяйственными товарами. Так, на сессии Госсовета, которая прошла на этой неделе, чувашские парламентарии приняли новый закон. Экономические санкции заставляют сельских товаропроизводителей выстраивать новую политику. В только что одобренном законе прописана нормативно-правовая база, опираясь на которую будет развиваться агропродовольственный сектор республики. На все это планируется выделить свыше 9,5 миллиардов рублей с 2014 по 2020 годы. Особенных споров по новому законопроекту не возникло. Но депутаты до сих пор обсуждают итоги визита в Чувашию федерального министра Николая Федорова. Он побывал в республике в начале сентября. Его оценка состояния сельского хозяйства в целом вызвала неоднозначную реакцию. Доклад многие посчитали односторонним и необъективным. Двух вещей не могу не сказать. Во-первых, наверное, большего удара по сельскому хозяйству республики, как было при Федоре, наверное, больше никогда не было нанесено. И поэтому я здесь не согласен с мнениями, что мы должны прислушиваться, значит, к его каким-то советам и так далее. Он почетный у нас юрист. Какое отношение к сельскому хозяйству и к агропромышленному, вообще к аграрному сектору имеет, я не очень понимаю. По мнению депутата Олега Мешкова, который в госсовете отвечает за агропромышленный сектор, по уровню развития сельское хозяйство Чувашии находится в середине в сравнении с другими регионами страны. Об искажении фактов говорит и депутат, и бизнесмен Олег Дельман. Недавно в республике присутствовал федеральный министр сельского хозяйства, который на совещании по развитию животноводства подверг критике результаты развития сельского хозяйства республики за 2013-2014 годы. Во многом предоставленные факты были намеренно искажены, в чем-то Минсельхоз республики согласился с критикой представителя министерства. Но с одним предложением Минсельхоза Российской Федерации я и многие мои коллеги согласились полностью в том, что у республики имеются очень хорошие предпосылки в развитии молочного и мясного животноводства. Развиваться оно будет уже по новым технологиям, и в новом законе это учтено. Правительство республики готово профинансировать реализацию этого важнейшего на сегодня закона, ведь речь идет о продовольственной безопасности нашего региона. Для ряда предпринимателей доступ к муниципальным ресурсам – заветная мечта. На практике лавропобедители, как правило, достаются крупному бизнесу, а малыши вынужденно остаются за бортом. На помощь малому и среднему бизнесу приходит специальная программа о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Посмотреть, как развивают свой бизнес победители конкурса, чего они достигли, и есть ли экономический эффект от вложения государственных денег, отправился председатель кабинета министров Иван Моторин. С подробностями Юлия Важенина. У этих предприятий малого бизнеса разная сфера деятельности. На одном производят стекло, на другом учат детей. Но оба они получили государственную помощь на развитие. Премьер-министр с интересом расспрашивал работников предприятия «Стеклосфера». Как условия здесь? Ну, сносные, скажем так, здание не новое. Зимой тепло, в принципе. Летом не жарко. Ивану Моторину детально рассказали, как создается стекло и что на нем можно нарисовать. Слошную матировку можно сделать. То есть полностью стекло прозрачное, делать его маслом. Используются в шкапах, в купе, в вкусную гарнитуру. А это промышленно не делается? Оно промышленно делается, но оно дороже получается. Как оказалось, продукция предприятия уже пользуется популярностью. Приезжают с районов еще. То есть в районах нет конкуренции. Ну, то есть нет таких организаций, которые занимаются стеклом. Это достаточно все-таки дорогослойщее оборудование. И все-таки приезжают все в Чебоксар, в основном в Чебоксар покупают. Следующий объект визита – детский развивающийся центр «Пишичи Тайка». Он открылся только в феврале, но уже работает с полной нагрузкой. Замечательный детский сад. Условия, я считаю, не хуже, чем в муниципальных заведениях. По какому-то комплексу услуг намного востребованнее, интереснее для маленьких жителей города. Кубики Зайцева, песочная терапия, английский язык. Современные методики развивают детей. Здесь их даже кормят. Это выгодно и удобно всем. Потому что родители первый вопрос, какой они задают – привозная у вас пища или готовится здесь? Естественно, готовится здесь. Это огромный плюс. Резюме по итогам поездки было кратким. Я вижу, что те 500 тысяч, которые были выделены в рамках федеральной программы и республиканской, они пошли по назначению. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. К Новому году 40 дольщиков, пострадавших от обанкротившихся фирм-застройщиков, получат ключи от собственных квартир. Сегодня об этом говорили на очередном заседании рабочей группы по защите обманутых дольщиков. Оно прошло в Доме правительства. О том, как идет застройка проблемных участков столицы Чувашии, узнала наша съемочная группа. Более 200 жителей Чувашии пострадали от действий недобросовестных строительных компаний. Правительство Чувашской республики вынуждено было взять ситуацию под собственный контроль и еженедельно отслеживать ситуацию. Дома стали постепенно достраиваться. Новость последнего дня – скоро будет сдан дом по улице Футчика. Мы, дольщики, конечно, очень рады, что мы дошли наконец-то до данного этапа строительства. Конечно, данный объект действительно сложный. При строительстве сейчас, в данный момент, инженерных сетей имеется ряд сложностей. Это значит тут стесненность на объекте и значительное количество имеющихся коммуникаций. Но, тем не менее, действительно на данном этапе хорошо работают все организации, что очень приятно. Дом по проспекту Трактора Строителей готовится к сдаче в 2015 году. При строительстве объекта возникли некоторые вопросы относительно документации. Иван Моторин поручил уполномоченным органам решить их во внеочередном порядке. Самая тяжелая ситуация на третьей позиции по проспекту Девятой Пятилетки. Выиграв аукцион, компания «СК Гарант» взяла на себя ответственность за возобновление строительства многоквартирного дома. Однако, по словам дольщиков, со своими обязанностями организация не справляется. На протяжении полугода, с того момента, когда «Гарант» выкупил объект, ничего на объекте не происходит. Там, конечно, в последнее время уже месяца два или три лежит кран, но его не монтируют. Видимо, создали видимость того, что они работают. Все недочеты, которые сейчас возникают, это получается подключение по коммунарным технологиям. То, что проектной документации у них нет, они пытаются возложить на нас. Но хочу заметить, что за подключение мы уже один раз заплатили. За проектную, получается, документацию мы уже один раз заплатили. Кроме того, застройщик не в первый раз откладывает сдачу объекта. Никакого продления сроков по завершению данного объекта не будет. То есть мы ставили задачу в 2015 году. Для этого сегодня, в принципе, все возможности есть. Решить проблемы обманутых дольщиков – прямая обязанность государства, сказал в завершении встречи премьер-министр Иван Моторин. И правительство будет работать и дальше в этом направлении. Дольщики сегодня обманутые. Это не бизнес. И везде, где заходили, там, где ГУК зашел, где вот у нас ипотечная корпорация, там, в принципе, задача сделать бизнес не стояла. Задача стояла – достроить, заселить людей. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Через два месяца договора «Индоземли». Праздники урожая сейчас стремятся отмечать не только в сельскохозяйственных районах, но и городских округах. Накануне своей дары осени выставили на показ столичные тосы. Всех желающих здесь учили изготавливать венки из осенних листьев и создавать оригинальные подделки из овощей. Фантазия мастеров не знает границ. Змея из картофеля, фигурки героев, детских мультфильмов из моркови и огурцов. Все экспонаты импровизированной выставки создавали на глазах гостей городского праздника. К примеру, преподаватель одного из столичных техникумов устроила мастер-класс для детей. А сейчас мы хотим сделать из чашечек змею, змейку. То есть она вот такая длинная будет, а в конце желудь будет, там глазки и жало. Мы сейчас будем это демонстрировать, может быть дети будут смотреть. Это очень интересная змея, это и в интернете нету, нигде нету. Хотя на празднике многие стремились продемонстрировать и свой богатый урожай. Дары природы сюда привезли члены ТОСов Ленинского района. Именно они боролись за звание лучших из лучших. Задача участников – украсить оригинальнее всех свою экспозицию. Но чтобы никого не обидеть, члены жюри решили для каждого учредить отдельную номинацию. Развлекали гостей профессиональные артисты и любительские коллективы территориальных общественных самоуправлений. Им тоже присуждали награды. Они многие вещи друг другу учатся, да, многие мероприятия, многие начинания. Одни, вторые, третьи подхватывают. И вот сейчас они решили в этот раз объединенно провести красивый праздник Дары Осени. Надо сказать, что есть и умельцы, есть активные участники. И очень праздник хороший получился. Служители Мильпомены вернулись с каникулы, готовы дальше радовать зрителей своим творчеством. Сразу две премьеры прошли в день открытия театрального сезона в столице Чувашии. Спектаклем о любви, ненависти, жизни и смерти открыл свой 92-й театральный сезон Государственный русский драматический театр. Постановка Орфея Евредика по мотивам известного греческого мифа вернулась в репертуар театра. В составе исполнителей ролей произошли небольшие перемены. В труппу влились выпускники Казанского театрального училища Исмаил Махмутов и Алексей Ухов. Впереди еще одно важное событие – обменные гастроли двух драматических театров города Чебоксара и города Киров. В новом театральном сезоне наш зритель сможет увидеть на сцене театра премьерный спектакль, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Еще одним театром, открывшим сегодня свой сезон, стал Чувашский государственный театр юного зрителя имени Сеспеля. В день открытия своего 82-го сезона театр представил на суд зрителей спектакль «Творящее слово». Обменные гастроли не обошли стороной и тюз. В первых числах октября театр впервые отправится в Республику Калмыкия, где презентуют свои лучшие постановки для детей и взрослых. Еще одним знаменательным событием нового театрального сезона станет встреча авторов и драматургов из различных регионов и городов России. Просмотр эскизных постановок, а также читка новых пьес – таков примерный план предстоящего культурного события. Кстати, наибольшее число авторов, откликнувшихся на приглашение – представители Чувашской республики. В Национальном музее открылась выставка «Путешествие мир музыкальных инструментов». Посетив ее, каждый сможет окунуться в быт чувашского народа и услышать оригинальное звучание инструментов, которые были изготовлены по всем правилам наших предков. Наша съемочная группа посетила выставку и готова поделиться впечатлениями. В экспозиции выставки представлены экспонаты из коллекции предмета быта и мемориального фонда Чувашского национального музея, из фондов Аликовского литературно-краеведческого музея, а также музыкальные инструменты из частной коллекции Юрия Кузнецова. Тут их невероятное множество – ударные, шумовые, духовые, струнные, клавишные. И это еще не весь список. Здесь оригинальная концепция перед нами. Можно сказать, музыкальные инструменты мира. Как самые архаичные, примитивные и древние, так и самые современные, используемые в нашей жизни. При желании возможно услышать понравившиеся инструменты. Владимир Михайлов, исполнитель Чувашской музыки на национальных инструментах, готов продемонстрировать гостям их звучание. Так, например, можно сравнить игру на шебер из натурального пузыря животного и его аналога. Звучание народных инструментов создало в музее особую атмосферу. Хотите в нее окунуться – приходите. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. В эти выходные в Чувашии проголосуют за спорт. На протяжении двух дней в Республике будут работать бесплатно бассейны, искусственные катки, тренажерные залы и другие спортивные объекты. В рамках Дней здоровья и спорта в Чувашии пройдут и крупные соревнования по мини-футболу, баскетболу и настольному теннису. Преподаватели столичных спортивных школ проведут мастер-классы. Они научат всех желающих играть в профессиональный дартс и расскажут о премудростих спортивного туризма. Тем, кто не является поклонником этих видов спорта в Чебоксарах, приглашают принять участие в зарядках со звездой. А в воскресенье жители Республики выйдут на старт кросса нации. Самый массовый забег состоится на певческом поле Чебоксар. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. Хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok